Ну, смотрите, но даже вот история, опять возвращаясь к истории с Хабаровском. Не звонок ли это к тому, что там люди себя уже по-другому ведут по отношению к Москве? Понимаете? История с ШАЭСом в Архангельской области, это не звонок в эту сторону, да, конечно, звонок в эту сторону. К этим звонкам надо очень аккуратно прислушиваться и внимательно. И пропал. Я появился. Юрий Анатольевич, канал Верников 100, он пропадает на три месяца, а потом снова появляется. Хотел вас спросить по поводу, начнем, наверное, с того, что людей волнует. У нас уже многие люди боятся на работу ходить в связи с второй волной коронавируса. Говорят, все скрывается. Власти истинный порядок. У моего друга, жена врача, уже, говорит, полтора месяца запретили ставить диагноз коронавируса в больнице. Ну, понимаете, Андрей, тут сразу хочу сказать. Конечно, какая-то некорректность той информации, которая нам представляет, безусловно присутствует. Только вот глубина эта некорректность. Ну, честно говоря, вот одни говорят одно, другие говорят другое. Это вот, насколько, так сказать, все врут, тут я не готов на это ответить. Единственное, что можно сказать, ну, то, что я тоже знаю. По крайней мере, нагрузка на больницы в Москве, она, конечно, ниже, чем была раньше. То есть, там нет вот таких полностью забитых, безусловно сказать, это. Количество случаев, ну, оно, наверное, скорее всего, и это, кстати, статистика показывает, оно увеличивается. Вот за последние, там, несколько дней у нас было меньше пяти тысяч по стране. Сейчас уже превалил за шесть с половиной, понимаете. То есть, явно идет какая-то новая волна. Объяснение этого тем, что там стали больше делать проб, ну, меня, честно говоря, не удовлетворяет. Я думаю, что это реально, так сказать, вторая волна. Тем более, что вот я тоже знаю, что пробы, которые делают, у нас, мягко говоря, не всегда объективны. Я знаю несколько случаев, когда сначала людям говорили, что у них вроде есть коронавирус, потом его не оказывалось и так далее. То есть, сама система тестирования, она, по крайней мере, не очень совершенна. Поэтому я могу только посоветовать, все равно, как бы, исходить из того, что надо защищать собственное здоровье. Например, в транспорте и в магазины обязательно хожу в маске. Понимаете? Тут кажется так, что каждый должен заботиться о себе и о своих близких, как всегда у нас. Не столько государства, сколько мы сами должны решать для себя эту проблему. А как ситуация в стране, как ситуация с коронавирусом изменила ситуацию в стране? Вот, например, глава администрации выступал на форуме молодежи, не помню, как это называется, по-моему, в Селегере сейчас идет. А, есть такое. Территория смыслов, наверное. Да, да. И сказал, что ситуация с коронавирусом подсветила, что наша медицина чуть ли одна из лучших в мире. Ну, это он, мягко говоря, как знаете, помните, мастер и Маргарите, поздравляю ваша соврамша. На самом деле, история с коронавирусом высветила как раз обратный эффект. У нас после этой знаменитой оптимизации системы медицинского обслуживания все стало на порядок хуже. Это, кстати, было признано. Это не знаю, откуда ваш товарищ это взял, но это официально признавали высшие должностные лица, отвечающие за медицину. Потому что вот эта проблема оптимизации, она, так сказать, к лучшему не привела, а привела только к лучшему. Потому что мы потеряли довольно много и этих самых коек в больницах потеряли, и потеряли много персонала квалифицированного и так далее, и так далее. Так что здесь только можно... Как глобально можем копнуть? Она как-то изменилась, ситуацию, когда людей отправили принудительно отдыхать, а вот частный бизнес далеко не горел желанием давать какие-то выплаты? Ну, дело все в том, что, конечно, ситуация с коронавирусом, насколько я понимаю, я, опять же, не экономист, но то, что я смотрю, конечно, наш малый и средний бизнес существенно добило. Он и так уже как бы катился вниз, у нас все такое сплошное государственное расстреление, и вот эта ситуация с коронавирусом, конечно, во многом добила вот малый и средний бизнес. Ну, просто сейчас, когда идешь, грубо говоря, по Москве и смотришь, ну, я так посчитал, приблизительно процентов 30 вот этих всяких магазинчиков, и так кафе уже закрыты просто, навсегда там уже, понимаете, вывески сняты. Это по Москве, я не знаю, я думаю, что провинции еще больше, честно говоря. В этом смысле, конечно, она сыграла огромную негативную роль, и мне кажется, что это будет еще продолжаться, потому что, обратите внимание, что все страны, которые хотят вылезти вот из того провала, который был связан с коронавирусом, они стимулируют покупательную способность населения. Наши почему-то все время занимаются какими-то странными играми, там, снизим налоги, снизим, то есть, какие-то страховые взносы, но их же сначала надо получить для того, чтобы отплатить государство. Вы можете снижать, а если покупательной способности нет, то эти налоги не появятся, понимаете, у нас как бы игра в отложенную помощь, а не в сиюминутную. И это, видимо, тоже отрицательно сказывается, на мой взгляд, очень сильно. Безработица выросла очень здорово, вот там конкретные показатели. Еще безработица выросла в основном за счет именно малого и среднего бизнеса, потому что часть действительно потеряла работу, часть ушла в серую схему опять, ну и так далее. Кстати, государственные предприятия тоже в эту игру начали играть, с уходами от количества сотрудников. Это мы тоже видим. А то, что касается удаленки, понимаете, удаленка, строго говоря, это вещь, которая рано или поздно все равно должна была начать работать. Только тут надо всегда все делать с умом. Есть в одной и той же организации, есть люди, которые могут вполне эффективно работать на удаленке, а есть те, которым, так сказать, удаленка, ну, она допустима в ограниченных количествах или вообще недопустима. То есть тут нельзя всех скопом перевести в удаленку или всех, наоборот, скопом держать оффлайн. Тут надо всегда, в общем, это тут профессионализм требуется, ну, что, как всегда. Мне кажется, это какая-то тонкая настройка, например, вот в нашем бизнесе, там разные поколения, если молодежь готова открывать счета брокерские через всякие электронные штучки-дрючки, то старшее поколение всегда приедет в офис, посмотрит в глаза. Ну, тут с бухгалтерским учетом, я насколько понимаю, немножко другая картина. То есть у вас все-таки предприятие с серьезным бухгалтерским учетом, то там все данные держатся на закрытых серверах, защищенных именно на самом предприятии. Поэтому в этом случае вести удаленные бухгалтерские, то есть контроль, невозможно, понимаете. Для маленьких предприятий, где у них особо не закрыто, тогда, наверное, да. То есть тут не только возрастной момент. Мы постоянно возвращаемся, вот сейчас записываем интервью о том, что копится какое-то давление в нашей стране, недовольство, да. Это как-то можно сказать, что это вот очередной бар давления? Конечно. Вот смотрите, ведь на этом фоне коронавируса случилось в Хабаровске. Там понятно, что не коронавирус был как бы первоисточником, но то, что он ситуацию подогрел в Хабаровске, это 100%. Это даже признают, вот сейчас я беседую с журналистами, которые были в Хабаровске, они говорят, что да, действительно, там понятно, что это недовольство таким своеволием Москвы по отношению к выбранным человекам. Но с другой стороны, люди, которые попали в этот карантин, у них и так ситуация материально ухудшилась, и они еще, кстати, активнее стали выступать. Ну, мягко говоря, когда вы сидите в карантине или на удаленке, у вас появляется возможность чаще демонстрировать свое недовольство. Это объективно. Это такое вот... Вот, кстати, Беларусь это же очень хорошо показало, что как только там, кстати, страну закрыли, убрали дорогу, то огромное количество молодежи очень активно стало принимать участие в массовых выступлениях. Тут есть корреляция, безусловно. Понимаете? А с другой стороны, еще раз говорю, вот эта пандемия, она привела, ну, уже к признанному увеличению безработицы, к снижению среднего уровня зарплаты и так далее, то есть еще большему обнищению населения, причем самых необеспеченных слоев. Понятно, что вот эта энергия социального протеста, она будет накапливаться, безусловно. Ну, Россия женского рода, она может, наверное, долго еще терпеть. Вот вы знаете, это какая-то странная такая вот вещь, которую мы все время слышим, но у меня в последнее время в этой истории появилось очень серьезное сомнение. Знаете, у нас тут есть такая маленькая страна, Доларусь называется, тоже вроде-то близкий и по духу, и по стилю поведения, и по нормам. И вдруг в одночасье вы получили то, что мы сейчас видим. Понимаете? В чем в одночасье? Уж где-где уж, ну, я не знаю, кто мог предсказать вот такую ситуацию в Беларуси. Ну, то, что я вам всегда и говорю, вот этот взрыв, он всегда бывает такой вот неожиданный, непонятно, что его в последний момент спровоцирует. Другой вопрос, что у нашего общества мы, конечно, как оказалось, мы отличаемся от Беларуси. Что правда. Понимаете? У нас все-таки, скажем так, больше озлобленности в обществе. У нас, если и произойдет, то это будет в более жесткой форме, чем то, что сейчас происходит в Беларуси. Но рано или поздно, если так будет продолжаться, в чем власть сама провоцирует это все. Если власть будет продолжать провоцировать, то рано или поздно это произойдет, но я еще раз говорю, в более жесткой форме, чем в Беларуси. А вот вы, ну, у вас два события всколыхнули сейчас общество. Проблема с Навальным. Вы считаете, что это личностные разборки, да? Я исхожу вот из какой, ну, вы знаете, мою позицию. Я не считаю, что у нас абсолютно есть личная абсолютная власть президента Путина. Готов это доказывать и много-много раз доказывать. Понимаете? Поэтому у нас, к сожалению, есть такие внутренние политико-экономические кланы, как хотите их называть, они ведут друг с другом сражение. И в этой ситуации Навальный, вот как феномен, на мой взгляд, он довольно активно использовался в этой межклановой борьбе. Потому что часть информации, которую он нам показывал, безусловно, это очень полезно, это уже общество знало про коррупцию. Но часть этой информации, она просто так никому в руки не дается. Значит, ему кто-то эту информацию предоставлял. И похоже, что вот в этой клановой разборке, похоже, на мой взгляд, что какой-то из кланов, он слишком сильно ему наступил на больную мозоль, и именно вот оттуда последовала вот эта вот совершенно неадекватная реакция в виде отравления и так далее. Но сам принцип такой реакции, ну это говорит о том, что в датском королевстве далеко не все спокойно, далеко не все прилично. Это как раз говорит о том, что вот можно в разборках между группировками устраивать еще и убийство, и отравление, все что угодно, а центральная власть этого практически не контролирует. Кстати, такая же история, на мой взгляд, но чуть другого-то свойства была и в Солсберге. Я тоже не думаю, что это была команда прямо в самом верху и всегда об этом говорили. Скорее, на каком-то, ну не самом низком, но на каком-то не самом высоком уровне вот принимаются такие решения, потом они рикошетом бьют по всей стране. Мне вообще кажется, что это дело темное. Непонятно, что хотели убить, либо запугать, либо сделать инвалидом. Нет, ну скорее всего, конечно, хотели убить, но просто, как всегда, знаете, что сказалось? Классический непрофессионализм. Вот как это не грустно звучит и как непротивно звучит, даже вот по-человечески отравить не умеет. Понимаете? Вот что на самом деле сказалось. Мне так кажется, понимаете? Это очередной непрофессионализм. Понимаете, с точки зрения напугать, ну это как-то странно, потому что если бы пилоты не развернули самолет, то Алексею Навальному, мы бы его сегодня уже не видели. И рассчитывать на то, что повернут самолет, ну поверьте мне, это вот вряд ли такая многоходовка могла вообще бы существовать. Вообще вряд ли. Они могли его не повернуть. Казались, в общем, довольно профессиональные пилоты, которые поняли, что происходит, и повернули самолет. Второе. Реакции в Омской больнице, как бы потом сказки не рассказывали про всю эту историю, но врачи-то сразу антидот ввели. То есть опять проявили профессионализм. И что, те, кто хотели запугать, они что, рассчитывали на профессионализм Омских врачей? Тоже сильно сомневаюсь, честно говоря. Хотя, дай Бог здоровья Омским врачам, они свой профессионализм на определенном уровне продемонстрировали. А как вам такая теория, что вот там наверху у спецслужбы идет небольшая драчка? Ну, допустим, три группы влияния, условно говоря. А он, как принадлежит к одной группе влияния, становится достаточно опасен. Опасен, если он, так сказать... Вы имеете в виду Навального? Да, да, да. Я считаю, что он не принадлежит к одной группе влияния. То, что это действительно результат разборки каких-то кланов, в том числе и затрагивающих институты спецслужб, безусловно. Но просто эти какой-то один... Может быть, один из этих кланов. Но они его используют в качестве того, что раньше называлось для слива информации. Понимая, что это вылезет наружу. У нас, кстати, такие приемы хорошо известны еще с 90-х годов. У нас был ряд журналистов, фамилии я сейчас не буду называть их, все знают, которые так и называли. Сливные батьки. То есть им специально в нужный момент сливали нужную информацию, потом она... По-моему, Виктор Луи первый, да? Ну, Виктор Луи был, там еще целый ряд. Хинштейн такой же у нас. Была еще такая дама, я забыл ее фамилию, тоже такая. Ну, был целый ряд таких журналистов. Причем потом выяснялось, что да, действительно, такой был то, что называется в жаргоне слив информации. А вот события все-таки в Беларуси. Я тут был в ФК-системе и поспорил с Рудашевским, советником. Я считаю, что дни Лукашенко, они сочтены, ну, месяцы, что он потеряет власть тем или иным способом. Тут, понимаете, ситуация, хотя иногда сравнивают с Венесуэлой, но ситуация, конечно, сильно отличается. Понимаете? Потому что здесь, конечно, его дни сочтены, безусловно, тем более, что постоянно делает просто, ну, настолько идиотские вещи. Я даже пытаюсь поставить себя на его место, понимаешь, что он творит просто идиотизм. Особенно с этой тайной инаугурации, появление в форме с автоматом, понимаете. Ну, это безумие, которое, кстати, провоцирует усиление протеста. Вот сейчас после инаугурации протесты явно в ближайшие выходные будут еще более мощными. В этом смысле он долго у власти не удержится. Вот просто глубина его удержания зависит от, то есть время его удержания зависит от очень, на мой взгляд, от очень простой вещи. Это если начнут бастовать заводы, они начали потихоньку бастовать, то, конечно, наступит очень быстро. Ну, как всегда, мы впереди планеты всей, нам почему-то надо было его финансово поддержать. Хотя, я так понимаю, что опыт Украины наших руководителей не научил. Понимаете, мы тоже хотели его кончик финансово поддержать. Там он свалился еще быстрее. Так что тут, я не думаю, что у него большой... Это не Венесуэла все-таки. У Венесуэлы был свой собственный ресурс в виде нефти. Все в это время пытаются прикрыть Венесуэлю нефтяной крайник. У Кожанка нету нефтяного крайника вообще. Понимаете, ему особо перекрывать, ему особо, так сказать, у него нету ресурсной базы, чтобы долго удержаться. Понимаете, тем же силовикам, которые его поддерживают, им же надо платить. А если будет платить не из чего, то они тут же побегут. И денег же там нету, поверьте мне. Ну, мне кажется, ему дали эти полтора ярда с какой-то брезгливой... И дали только ради того, чтобы... Мне кажется, дали только ради того, чтобы там все не посыпалось, чтобы мы там удержали станцию подводных лодок, станцию... Понимаете, я думаю, что тут опять неправильный расчет. Я думаю, что если бы мы... Ну, первое, что мне так кажется, что действительно дали, грубо говоря, через силу, через губу, это тоже очевидно. Но тут не столько удержание подводных лодок и баз, сколько такой страх перед тем, что если он свалится в результате массовых протестов, то не дай бог это у нас повторится. То есть прецедент, а пытаются избежать прецедента. То, что касается баз и всего прочего, ну, я думаю, что если бы вели себя чуть по-другому, то появилось бы там новое руководство. Насчет баз можно всегда договариваться. Это предмет переговоров. Даже с самыми демократическими странами, с какими хотите. Я думаю, что тут такой прямой угрозы не было. Вот прям что завтра все базы... Просто надо понимать, что экономика Белоруссии, как бы она ни шла, она сегодня очень тесно привязана к экономике России. Потому что основной рынок сбыта добирал лучших предприятий как раз Россия. Понимаете? Основное, на чем выстроена, ну, по крайней мере, сегодня экономика, это на российских энергоресурсах. И ни один правитель, пришедший к власти, в одночасье этого разрубать не будет. У нас, кстати, есть прецедент. Армения. Там же тоже произошла смена власти. Убрали... Похоже, что она идет немножко по любому пути, но никаких резких движений по отношению к России мы не видим. Потому что нужны российские энергоресурсы. Армении взять больше ниоткуда. То же самое с Белоруссией. Поэтому это какой-то вот такой вот неправильный расчет. А мы можем в такой ситуации модернизировать РЛС, складывать гигантские деньги, нестабильности, когда будет неповятно кто? Это другой вопрос. Можно ли после того, условно говоря, произошла смена режима, можно ли там, так сказать, развивать военность? Это более тонкий вопрос. Но поверьте мне, Лукашенко, будучи нашим другом и братом, условно, он себя вел так, что я бы при таком его поведении в любом случае не стал бы развивать военную структуру в Белоруссии. Потому что он мог кинуть в любой момент. Это было очевидно. Обратите последние годы, что вытворял. Но даже перед выборами, что он говорил, что это российские, то есть Россия забросила своих агентов, чтобы его отрасли сверлить. Но мне кажется, он такой харизматичный, истеричный тип, типа Гиллера. И Путин у него такого же. Вот тот кукухой съехал в конце. Что это кукухой поехал? Ну, я не знаю, насчет Путина мне сложнее говорить, но он не такой. Он другой тип. Я сказал, не Путин, а Гитлер. Он очень похож. Лукашенко и Гитлер, они похожи, как психотипы. Может быть. Тут я беру судительно от психологов спрашиваю, потому что все-таки Гитлер был шизоидом чистой воды. Это было, кстати, психологами доказано. Является ли шизоидом Лукашенко, я не очень уверен. Просто сейчас человек, который впал в истерику, который потерял чувство реальности, находясь только лет у власти, но паранойя вот такой, как там у Гитлера, по-моему, у него нет. Ну, это надо психологов спрашивать, я тут не берусь судить. И более того, смотрите, Гитлер как раз не совершал истерические движения. Помнит? Что бы ни происходило, войну он проиграл. Они же не совершали истерические движения. А тут каждый шаг – это какая-то истерия. Но он укрылся в бункере в апреле и потерял совершенно представление о реальности. Как сейчас Лукашенко тоже потерял представление о реальности, по-моему, совершенно. Если он потерял представление о реальности, я, пожалуй, с вами не соглашусь, потому что его военные, в общем, довольно активно продолжали это с этим. Активные, они же были контрнаступления в 43-м году, так что это вряд ли. Нет, но он двигал там армию Венка по карте, которой уже не было. Так, а Лукашенко что-то там двигает? Ну, нет. Ну, Гитлер, мне кажется, тут нет такого. Во-первых, давайте еще поймем одну вещь. То, что я всем говорю. Не надо сравнивать политические сюжеты, политические сценарии из разных политико-исторических периодов. Это сравнение абсолютно бессмысленно. Мы живем совершенно в другой политической-исторической реальности, по отношению к которой был Гитлер сегодня другая реальность. Вокруг нас другой мир, цивилизационно другой мир, понимаете? Поэтому само сравнение вот этих политических фигур, политических процессов, политических режимов из разных политико-исторических эпох, я все время с этим борюсь и пытаюсь доказать, что так делать нельзя. Это неправильно. Я всего лишь сказал, что это такой по психотипу истерический тип, истеричный такой. Это вопрос, я еще раз говорю, психиатра. А вот по нам это сейчас, вот мы, понятно, что мы достаточно далеко уже зашли, сделали, может быть, неправильные вещи, может быть, даже связали с этим типом, сейчас вот признали все. И как это по нам может сейчас ударить по России? По нам, откровенно говоря, это уже ударило. Ну, там как бы тут наложились два момента. С одной стороны Белоруссия, с другой стороны, конечно, история с Навальным. И они сразу как бы произошли практически одномоментно, и наложилось, потому что, ну, обратите внимание, как изменилась риторика Меркель, которая, в общем, всегда стремилась, ну, пыталась наладить диалог, как изменилась риторика Макрона, который вообще декларирует, что надо, так сказать, с Россией налаживать сотрудничество. То есть это, а как только, что значит поменялось? Значит, нашим, так сказать, дипломатическим усилиям просто перестанут верить, перестанут к нам серьезно относиться. Безусловно, если будет так продолжаться, то появятся санкции. Ну, а дальше, как отражаются санкции, что бы нам не рассказывали, что вообще-то мы к ним привыкли, но это же вы сами знаете, что это неправда. Что они, конечно, бьют в российской экономике достаточно сильно. Какие бы сказки не рассказывали, понимаете. Конечно, это на нас. А получается, что за непрофессионализм в данном случае расплачиваются граждане. Расплачиваются, вот что происходит. Это именно за непрофессионализм. Ну, сюда до кучи еще, конечно, последняя история с Захаровой, понимаете. Но это вот тот просто вопиющий непрофессионализм. То есть я тут беседовал со старыми советскими дипломатами, но они, по-моему, там те, которые умерли, они просто гробу переворачиваются, когда они вот это видят, то, что происходит. Для них это вообще невероятное событие. Но опять, здесь же, понимаете, опять другая информационная среда. В их время не было такой информационной среды. Они никогда себе такое не позволили. Но тут вот еще играет роль другая информационная среда. Усиливает вот этот непрофессионализм. Да, девушка любит выпить, забывая закусить, а потом все равно страдает. Я так не готов сформулировать, я так близко с ней не знаком. Но то, что она предельно непрофессиональна, ну и как вся наша современная дипломатия российская, это 100%. Я уже много раз говорил. Профессия дипломата, задача дипломатии – это налаживать контакты с другими государствами и искать как можно больше союзников, сторонников и так далее. Российская дипломатия за последние годы потеряла всех практически союзников и сторонников. Ну, может, кроме тех, которых мы удерживаем, того же Мадуро или Асада, понимаете, но это же смешно с точки зрения классической дипломатии. Так, выборы в США и возможная победа Бадина как-то может… Да, да, извините. Да, Бадин может как-то повлиять. Все-таки он глобалист, он все-таки должен налаживать контакты, допустим, с Китаем или с Ираном. Тут чуть более глубокая конструкция. Дело в том, что Трамп появляется как раз как всплеск вот этого правого популизма, который произошел по всему миру. И Трамп один, кстати, пример. Это и Брексит, и Трамп, и резкий интерес к правопопулистским партиям в Европе, и Марин Лепен во Франции. Этот период потихонечку, так сказать, сходит на нет. На мой взгляд, президентство Трампа – это большая беда для Америки. Понимаете, страна, которая действительно является одной из самых мощных в мире и по вооружениям, и в экономике, получает такого президента, который, мягко говоря, все это превосходство разбазаривает и превращает в черт знает во что. А там говорит, что он делает наоборот. С другой стороны, ну, то, что я, по крайней мере, я небольшой специалист в американской политике, но то, что я, по крайней мере, вижу, демократы еще более, так сказать, негативно относятся к России, чем Трампу. Поэтому приходит Байден, нам ничего, положительную динамику нашим взаимоотношениям точно не придаст. Может быть, даже придаст, наоборот, еще более резкую, так сказать, отрицательную динамику. Да, он больше глобалист, чем Трамп, но это вопросы американские. Это их проблема, а не наша, понимаете. Естественно, Байден, демократы сумеют вернуть Америку в такое глобальное пространство в другом качестве. Не просто такой возмутитель спокойствия, мягко говоря. Один из действительно мощных лидеров вот этого глобального мира. Ну, конечно, это будет огромный успех для Америки. Но к нам это имеет, абсолютно никакого отношения не имеет. Мы все равно, кстати, уже испортили все свои отношения. Наша позиция в глобальном мире, она сформулирована в ученом мире довольно просто. Это называется, что мы и Китай – это люди, которые способствуют авторитарной диффузии, как говорят ученые. Потому что авторитарные режимы, то есть, начинают расшатывать демократические основы. И весь, ну, все остальные страны начинают против них ставить барьеры. Тут помимо чисто экономических проблем, ну, с Китаем, с нами особых экономических проблем, как вы понимаете, в Америке нет. То там и есть еще и вот эта проблема так называемой авторитарной диффузии, проводниками которой в первую очередь является Китай. Мы, кстати, тоже в этом участвуем. Третий фигурант – это Эрдогат турецкий. Понимаете? Вот это, да, это, так сказать, возмутители современного мира. Это, помните, как была у Высоцкого песня про Хуевы Эмбинах? «Чем еще у Культропу ведь мировой атмосфер?» Вот это поведение вот таких мировых Хуевы Эмбинов. Нет, ну почему же нас не касается? Я сейчас куплю акции, а в ноябре, там, после пообеды отношения к России ухудшатся, и будут продавать облигации российские, акции покатятся, если так пойдет. Вы имеете в виду облигации и акции российских предприятий? Да, да, как это не ударит по мне? Еще ударит. Что я могу сказать? Не покупайте. Я, правда, не специалист, я не большой специалист, но я подозреваю, что в длинную на российских акциях и облигациях не играет никто. В основном играет в спекулятивную игру, понимаете? Если я правильно понимаю этот сюжет. Вот игра идет тут, по-своему, а в длинной не играет уже никто. Не, ну почему же? Сейчас очень население, очень большой приток идет, вот недовольно депозитами в банках доходностью на фондовые. И им нехогда спекулировать, у них работа. Они покупают, допустим, «Газпром», потому что верят, что это наше все, или «Сбербанк», и забывают. Они не спекулируют. Меня, честно говоря, тоже тут уговорил «Сбербанк», когда я какую-то часть денег, которые у меня там хранят, вложил в облигации «Сбербанка». Но я даже решил проэкспериментировать просто, понимаете? Я хочу посмотреть, потому что, действительно, доходность уже такая по депозитам, что можно спокойно держать деньги дома просто. Там меньше, на мой взгляд, меньше опасности с точки зрения жуликов, но, правда, жулики сейчас, которые действуют против наших граждан, не внутри банков, а извне, они просто расплодились в таком количестве. Я тут недавно прямо столкнулся с этой историей. Меня пытались развести. Правда, не по «Сбербанку», а по «ВТБ». Вот это действительно, вот это существует. Причем, кстати, проблема эта связана с тем, что в наших банках идет утечка информации. И вот ту информацию, которую мне рассказывали по телефону, совершенно точно никто, ниоткуда они взять эти жулики не могли, кроме как из банковских строков. Вот это действительно существует. Ну, а что нам, бедным? Куда костяне нападаться, если тут вам денег ничего не приносят? Если вы будете держать в кубышке, то они будут обесцениваться. Ну, вы вынуждены играть, понимаете? Да, понимая, что эта игра очень рискованная, вы в ней можете проиграть, но другого просто пути нет. Ну, и последний вопрос, который я вам с тревогой сдаю время от времени. Все-таки, возможно ли распад России? Если произойдет катаклизм, тот, о котором мы все время говорим, что он вполне вероятен, то почему это будет не Беларусь? Беларусь, во-первых, распадаться не на что, во-вторых, там как бы озлобленность граждан другая. А в России вот этот катаклизм как раз может и вылиться в эту форму распада государства. Вот он может принять эту форму. Ну, смотрите, но даже вот история, опять возвращаясь к истории с Хабаровском. Не звонок ли это к тому, что там люди себя уже по-другому ведут по отношению к Москве? Понимаете? История с ШАЭСом в Архангельской области, это не звонок в эту сторону, да, конечно, звонок в эту сторону. И к этим звонкам надо очень аккуратно прислушиваться и внимательно. Потому что если продолжать в том же духе, то мы получим именно то, о чем вы меня спрашиваете. Понимаете? Но это власть провоцирует. Сама власть, они не профессиональные, не бездарные действия, но это просто провоцирует. Чем можно помочь несчастной власти? Если она сама-то все время с огромной скоростью теряет профессионализм во всем, с точки зрения управления государством. Ну ладно, будем надеяться на лучшее все равно. Иначе как жить-то? Не, надеяться надо всегда на лучшее. Надо просто понимать. Знаете, кто такой пессимист? Это хорошо информированный оптимист на самом деле. Да. Вот мы с вами, я надеюсь, все-таки хорошо информированный оптимист. Все, спасибо большое за интересное интервью. Сейчас только... Субтитры создавал DimaTorzok